Это оперативные съёмки ФСБ. Спецслужбы совместно с бойцами Росгвардии задерживают уроженца Центральной Азии. Он финансировал запрещенную в России международную террористическую организацию. Фамилия, имя и что? Памяталу Аддонагабе Кагарыч. Дат рождения? Смотрите, смотрел. 9 мая 1993 года. Работаю в автосервисе, маляром. Снимаю квартиру за переживания, платим 15 тысяч. Он участвует на террористической группировке Ан-Нусра. Уговорил меня отправить ему деньги, и я его перечислан деньги. В ходе расследования уголовного дела по статье «Содействие террористической деятельности» полностью доказана вина задержанного. Решением суда Мама Талахунов приговорён к 9 годам колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу. И ещё раз отметим. Теперь уже осуждённый снимал квартиру в Твери. Вот что ответила на вопросы оперативников хозяйка квартиры. Я не знаю, приезжие, наверное, трудоустройство у них есть же. Документы смотрели у них? Нет. Не смотрели? Нет. Ещё раз обращаемся к жителям Твери. Будьте предельно бдительны к тем, кому сдаёте в наим своё жильё. Это уже не первый случай, когда за внешне добропорядочными гражданами в ваше жильё попадают террористы. Напоминаем об ответственности тех, кто регистрирует у себя гостей из дальнего и ближнего зарубежья. Здесь вступает в силу Уголовный кодекс. Согласно части 3 статьи 322 Уголовного кодекса Российской Федерации, фиктивная постановка на учёт иностранца в жилом помещении наказывается штрафом более 100 тысяч рублей и даже лишением свободы. На этой неделе мы рассказывали о ещё одной операции тверских чекистов по предотвращению террористического акта. 12 ноября Верховный суд Российской Федерации подтвердил законность обвинительного приговора, вынесенного в мае 2019 года в Твери уроженцу Центральной Азии Улукбеку Халмурзаеву. 32-летний мужчина причастен к действиям Международной террористической организации. Преступная деятельность Халмурзаева была пресечена Управлением ФСБ России по Тверской области, сотрудники которого расследовали уголовные дела, возбужденные по части 2 статьи 205 пункт 5 и 205 пункт 3 Уголовного кодекса России «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности торговой организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности». Установлено, что осужденный после обучения в тренировочном лагере Международной террористической организации участвовал в боевых действиях против правительственных сил Сирийской Арабской Республики. Решением суда фигуранту назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу. 12 ноября по всей стране прошел рейд по взысканию алиментных задолженностей. В этот день с 6 утра до 10 вечера по квартирам должников ходили судебные приставы исполнители, судебные приставы по розыску, дознаватели и судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов Тверского регионального управления Федеральной службы судебных приставов. Во время проведения рейда у нас взыскано по городу Твери, в частности нашим отделом, порядка 150 тысяч рублей, это наличность я имею в виду, произведен арест имущества почти на 400 тысяч рублей, автотранспорт, бытовая техника. Рейдовые мероприятия не ограничиваются всероссийской акцией. Дома и квартиры должников приставы посещают ежедневно. На сегодняшний день в специализированном отделе по взысканию алиментов по Твери и Калининскому району около 4 тысяч исполнительных производств. А сумма долга по алиментам превышает 120 миллионов рублей. Хочу воззвать к совести для того, чтобы они начали все-таки платить денежные средства. Но если они начнут платить, то придем мы. В масштабах Тверской области в ходе только одного всероссийского рейда приставы прошли по адресам проживания должников в рамках почти 900 исполнительных производств. Заметим, акция прошла в преддверии Международного дня оказания правовой помощи детям, который отмечается 20 ноября. Общедоступную информацию о наличии или отсутствии задолженности можно получить на официальном сайте Управления судебных приставов.